Роль Портнова из «Глостера» из одноименного рассказа детской писательницы Беатрис Поттер пятикласснику Максим удалась не сразу. Но юный актер все же справился, и вот он блистает на сцене фестиваля «Let's have fun». Роль сначала казалась сложной, но я постарался, ее выучил, оказалось, что на вид она сложная, но выучить легко. Ученики 145-й школы готовятся показать спектакль по рождественским историям Чарльза Диккенса. Восьмиклассник Алексей старательно вживается в роль мистера Скруджа. Школьник настолько ответственно подошел к делу, что даже с журналистами общается на английском. В этой роли сначала я показываю темную сторону моей души, но потом в конце истории обязательно показываю светлую, потому что мистер Скрудж становится хорошим человеком, и очень важно убедить зрителей поверить в это. Фестиваль спектаклей на английском языке в 145-й школе проходит более 10 лет. В прошлом году он стал городским. Сегодня на нем собрались около полутора сотен юных артистов. Неизменные сценаристы, режиссеры и декораторы, учителя английского языка. Говорят, во время подготовки к фестивалю дети подтягиваются сразу по многим предметам. Мы выбирая, когда автора, даем ребятам произведения, которые они должны прочитать, и они летом с ними знакомятся и выбирают произведения и спектакли, которые они будут ставить сами. А мы с Ольгой Ивановной пишем сценарий. Они учат лучше, у них память развивается. Очень хорошо работает над произношением, над фонетикой. Это творческое развитие способностей детей и привитие интереса к иностранному языку. И в связи с тем, что, в принципе, мы, образование, готовимся к тому, что, скорее всего, английский язык будет обязательным языком для сдачи на едином государственном экзамене, я думаю, что вот этот фестиваль, он служит как раз целью, вот, практическое такое применение языка. Победители фестиваля Let's Have Fun получили дипломы и памятные призы от спонсоров. А в качестве творческого бонуса школьникам предложили придумать имя символу фестиваля, этому добродушному гному. Назвать его решили Funny Felix the Second. Алина Чемери, Артем Сулайманов, События.